Разрешите представить наш взгляд на выявление и лечение местных рецидивов сарковых мягких тканей. Как уже сказал Георгий Иванович, это труд нескольких подразделений, включая морфоводов. Не заставляйте останавливаться на актуальности вопроса, потому что наблюдается рост, в том числе и в США, но связано это в том числе и с ростом выявляемости данного заболевания. Со стороны особенностей локализации, безусловно, сарковых мягких тканей предпочитают конечности. В 60% случаев наблюдается рост конечностей в соотношении 3 к 1 относительно нижних и верхних конечностей. Со стороны характеристики заболевания, безусловно, огромное количество гистологических подтипов. Поднимите микрофон, вы с чего скукошились? Огромное количество гистологических подтипов, всем известная картина. И соответственно течение заболевания зависит от гистологического подтипа и степени злокачественности. Всем известный факт упорного рецидивирования данного заболевания. И преимущественно гематогенное метастазирование, которое наблюдается в 90% случаев. Лимфогенное только в 10%. Существует даже мнемоническое правило, SCURE, синавиальное, саркома, светлоклеточное, ангиорабдоэпителиальное. Для запоминания может быть кому-то тоже будет полезно. Со стороны частоты рецидивирования по разным источникам со всего мира мы можем видеть различные данные. Рецидивирование может составлять от 10% до 90%. И краеугольным камнем в этом всем является либо край резекции, либо степень злокачественности, метод лечения и гистологическую подтипку опухоли. Потому что при неадекватном первичном лечении и при опухолях высокой степени злокачественности, конечно, мы будем наблюдать большое количество местных рецидивов. Клинически мы выделяем местные одноузловые, местные многоузловые, местно распространенные опухоли. При этом они могут быть как резектабельными, как в данном случае, так, к сожалению, нерезектабельными опухолями, которые мы можем видеть уже, к сожалению, на секционном столе. Если мы обратимся к таким авторитетным источникам по рекомендациям, в том числе НПК США, то можем обнаружить то, что со стороны предложенных методик наблюдения за заболеванием, оно практически не отличается от первичного заболевания, причем независимо от стадии. Наблюдение включает практически одни и те же методики, и если мы обратимся дальше даже к нашим рекомендациям Восточноевропейской Саркомогруппы, то это идентичные рекомендации. Локальный рецидив влечится так же, как и первичная опухоль. Различные алгоритмы наблюдения были предложены различными авторами по всему миру. Но, опять-таки, универсальной схемы не может существовать для такой гетерогенной группы опухолей. Если суммировать все алгоритмы, приложенные на сегодняшний день, то мы имеем наблюдения, реабилитацию, контрольные осмотры, включающие рентгенографию грудной клетки, УЗИ первичной локализации очага, которые мы будем повторять каждые 6 месяцев первые-два-три года, затем раз в 6 месяцев, в следующие 5 лет, зачем ежегодно. Но что мы имеем фактически, в отличие от рекомендаций? Данный арсенал средств, который, опять-таки, основуя себе, имеет клинический осмотр, рушится под натиском организационной составляющей, экономической и, конечно, комплайнс между доктором и пациентом. Не секрет, что даже для Ленинградской области очередь записи на магниторезонансную томографию может составлять до полугода. Пациент имеется в поисках справок, никому не нужных, и назначений. В то же время врачи по месту жительства не считают долгом объяснить пациенту то, что он должен наблюдаться, и он не является излеченным на всю жизнь, если даже была удалена первичная опухоль. Но есть еще один фактор, о котором не принято говорить, но тем не менее. На слайде, может быть, если есть возможность свет выключить переднюю. Спасибо. Три недели после нейрохирургической операции, микронейрохирургической даже операции, с удалением опухоли лучевого нерва, со специфической техникой, которая была выполнена в одном из стационаров нашего города. Три недели после операции, естественно, это не рецидив, это процедив заболевания, и данный больной, к сожалению, был подвергнут ампутации. Другой случай, по поводу мнимого перелома, был выполнен металлостеосинтез, гистологически после скохляции пришла синвяльная саркома. Опять-таки, у онкологов уже скованы руки после такого первичного лечения. Данные ошибки мы наблюдаем и у других авторов по всей России, в частности, у профессора Теплякова в институте Герцена. Среди 100 пациентов, которые подвергались лечению по месту жительства, у 91 были выявлены ошибки на долечебном этапе и лечебном первичном опухоле. Но эти данные не только в России, но и в развитых странах мира, в частности, скандинавской группой на примере 375 пациентов выявлено значительное увеличение частоты рецидивов у больных, которые лечились по месту жительства, не в профильном стационаре. Другие авторы, в частности, из Нидерландов, тоже отмечают прирост заболеваемости в зависимости от места, где проводилось первичное лечение. В Америке та же самая ситуация. На огромном массиве данных доказано то, что лечение в специализированных центрах является независимым предикторным фактором для появления местного рецидива. Интересная статья английских авторов из Бирмингема, которые на материале 260 пациентов, во-первых, отметили значительное увеличение частоты рецидивов для пациентов, которые подвергались лечению по месту жительства, также называют центральными районными больницами, в отличие от высокопрофильных стационаров. Более того, предложен даже специфический термин, так называемых УПС-процедур, когда хирург идет на удаление какой-то небольшой опухоли, незначительной с его стороны, и, к своему удивлению, обнаруживает в морфологическом заключении саркому. И этот термин даже вошел в словарь «Медицинский мест». Сейчас что-то зависло. Все рекомендации говорят о мультидисциплинарном подходе. К сожалению, не везде реализован данный подход. У нас в институте данный подход мы реализуем, и хирурги, и лучевые диагносты, и морфологи в настоящее время принимают решения по диагностике, лечению сарком, мягких тканей и костей. Когда мы смотрим вместе с морфологами в микроскоп и поймем, где мы совершили ошибку, в частности, на этапе биопсии для правильной постановки первичного диагноза и постановки диагноза рецидио. Какие у нас на сегодняшний день перспективы в диагностике и выявлении? Набирает обороты контрастно усиленное исследование мягких тканей, ультразвуковое. Пионером у нас в клинике является Екатина Александровна Бусько. Представляет собой это исследование введением внутривенным гексофторида серы, визированной формы. Этот контрастный препарат, представляющий из себя микропузырьки, накапливается во всех тканях организма, в частности, в капиллярном звене. То, что намного меньше составляет порядка 3 нанометров, чем крупные сосуды, которые мы можем видеть на докторе. Тем самым мы обеспечиваем безопасность, отсутствие лучевой нагрузки и быстроту данного исследования. И в настоящее время мы ведем работу над корреляцией данных материалов с данными магнитно-резонансной томографии. Клинический пример. Мексоидно-липосаркова мягких тканей левого бедра, которая получает очередной рецидив в мягких тканях. Мы выполняем ультразвуковое исследование на догоспитальном этапе. Выявляем гипоэхогенопухоль с нечеткими контурами. На энергетическом доплере мы видим картину периферического кровотока. При выполнении контраста усиленного исследования мы видим такую картину. Вот эта гетероэхогенная опухоль, которая представляет собой как солидные участки, так и участки распада, специфически накапливает контраст. Тем самым мы предполагаем, что именно в этой зоне, ориентируясь как по B-режиму, так и контрасту усиленному режиму, находится наиболее метаболически активная зона, представляющая для нас в качестве диагноза наибольший интерес. Екатерина Александровна занимается сейчас интерпретацией данных, введением и выведением препарата в качестве специализированных паттернов. В зависимости от этого мы можем предполагать, о каком процессе идет речь. Идет накопление материалов. Мы предположили, что данная методика поможет нам и контролировать процесс системного лечения. Например, данный больной, который страдал от пятого рецидива липосаркома мягких тканей бедра, получил пять циклов МЭЙД. И мы видим то, что по данным магнитно-резонансного исследования, размеры очага практически не уменьшились. Они скорее поменяли форму, но их количество и характер практически не изменился. Если же мы выполняем контраст усиленного исследования и сравниваем его с картиной до начала химиотерапии, мы видим хоть и немного, но все-таки накопление контрастного препарата в различных локусах. И предполагаем, что эти зоны являются метаболически активными. Далее мы выполнили это исследование после пяти циклов МЭЙД. Мы видим немую опухоль. И дело тут не в контрастных настройках и так далее. Дело в том, что капиллярный кровоток значительно изменился. Далее мы подумали, почему вы не примените данную методику в диагностике при биопсии, в качестве навигации для наиболее информативного очага в опухоли. В данной пациентке липосаркома рецидив. Хотя здесь не имеет принципиального значения рецидив или это первичная опухоль. Здесь очевидно, что имеется рецидив. Тем не менее, интересна морфологическая картина в различных участках. Мы видим то, что это гетероэхогенность. В какой-то стороне гипоэхогенная, возможно, какая-то кистозная содержимая. Где-то в полости распада. Мы выявляем наиболее, с нашей точки зрения, перфузируемый участок. И выполняем под ультразвуковым наведением с контрастом биопсию из данного участка. Выполнили, короче говоря. При этом, на примере другой больной, хотел бы показать то, что картина доплеровская значительно отличается от картины перфузии контрастом. Здесь мы видим в явной, в цитовом доплеровском покортировании, явный периферический кровоток довольно крупных сосудов. При контрастно-усильном исследовании, опять-таки, избирательное накопление внутри самой опухоли, следовательно, различные метаболически активные очаги, мы также выполняли биопсию и подтверждали диагноз. Какие недостатки все-таки существуют, особенно для нас? Это, конечно же, цена контраста, трудность сопоставления результатов при контрольных обследованиях и ограниченность самим датчиком поливизуализации. Но, естественно, самым главным фактором здесь является гетерогенность самой группы сарком, потому что это доставляет определенные сложности как для морфологов, так и для клиницистов. Вот, например, липосаркома мягких тканей левого бедра. Мы видим даже на данных магнитно-резонансное исследование значительную гетерогенность данной опухоли по накоплению препарата, по самой структуре опухоли. При введении контраста практически не изменилась картина. Все это данная опухоль, здесь контраст накапливается как фон приблизительно, и нам это практически не дало какой-то информации. Хотя мы выполнили биопсию и подтвердили диагноз. Здесь мы видим картину перфузии магнитно-резонансной, также различная картина. Я не говорю, что нужно делать именно так. Мы просто ищем тот метод, который бы позволил в той или иной ситуации поставить точный диагноз и как-то определиться с последующим лечением или с проведенным лечением. Например, при данной перфузионной картине магнитно-резонансной специалисты лучевой диагностики могут определить характер ткани по, опять-таки, паттернам их выведения. Данный препарат на удаление, N-блок удален, мы его рассекаем и видим действительно гетерогенную структуру опухоли, многоузловой очаг, очаги, и что же нам говорят морфологи уже здесь. То есть в одной зоне у нас липобласты, липоциты, где-то липоциты, липобласты вместе с веретеном и где-то сплошное веретено. Опять-таки, откуда выполнить биопсию, с какой точки, которая бы позволила поставить точный морфологический диагноз, это открытый вопрос. Классически нужно выполнять со всех доступных точек, как минимум с трех. Но, возвращаясь к вопросу лечебного патоморфоза, что с чем сравнивать после проведенного лечения? Откуда была выполнена биопсия, а потом удаленный препарат? Так сам препарат здесь уже настолько гетерогенен, что огромной трудностью становится для всех специалистов, занимающихся данной нозологией. Опять-таки, данная методика помогает и в верификации процесса при предполагаемом рецидиве. Например, фиброзархово-мягких тканей левого бедра в состоянии после комбинированного лечения. При этом выполнено как удаление опухоли, так и довольно мощная лучевая терапия дистанционная. Было подозрение на местный рецидив. Мы видим очаг в мягких тканях левого бедра, гипоэхогенные изменения. И в данной области мы видим на данных магнитно-резонансной томографии изменение структуры, при этом участок накопления препарата. Безусловно, он воспринимался специалистами как по случаю изменения формирования какой-то кислозной полости. Но опять-таки, накопление препарата не позволяет нам точно исключить рецидив. И у клинициста становится опять большой вопрос. Удалять эту опухоль, наблюдать дальше, не пропустить рецидив – это всегда большая проблема. Выполняем ультразвуковое контрастное исследование. Я чуть-чуть ускорю. Опять-таки, какой-то выраженной картиной накопления мы здесь, в данном участке, который мы определили по МРТ, мы не видим. Мы выполняем биопсию из данного участка. Выполнили. И получаем препарат. Это данное на игле. Участок скелетной мышцы, здесь он. И фиброзная ткань. Таким образом, рецидив был исключен. И с этой ситуацией сталкивается довольно много специалистов, которые наблюдают за рецидивами саркома мягких тканей. Возможно, эти данные позволят нам в дальнейшем сформировать другой алгоритм, который позволит более точно выявлять рецидивы. Со стороны доступных методик лечения местных рецидивов, можем отметить комбинированное лечение, в частности, рецидива синовиальной саркома левоподколенной ямки. И в состоянии после комбинированного лечения мы выполнили экстракртикулярную резекцию с резекцией подколенной артерии и пластико-артодезной системой. И сосудистым протезом. Но надо помнить, что какие бы объемные операции мы не выполняли, нужно придерживаться функционального результата. В частности, мы используем шкалу МСТС, которая позволяет нам оценить функциональное качество конечности. Нужно помнить, что со стороны перфузии, которую мы также применяем при рецидиве саркома мягких тканей, мы пользуемся стандартной методикой. Мы можем здесь варьировать температуры препаратами, но самое главное определить показания к процедуре. Потому что процедура эта опасна, не всегда приводит к положительным результатам и должна, безусловно, проводиться в специализированных центрах. Как правило, мы используем мелфолан, потому что фактор некроза опухоли, к сожалению, не зарегистрирован ни в США. И здесь мы его также не применяем. Мелфолан дозировки 100 мг на литр объема для нижней конечности. Это стандартная концентрация на фоне умеренной гипертермии. Мы видим регресс опухоли, уменьшение извлечения над опухолью. В настоящее время среди 38 пациентов, которые наблюдались с рецидивами и с первичными опухолями, местно распространенными саркома мягких тканей, живы 66% пациентов. При этом данная методика позволяла добиваться редукса опухоли на 20%. Но нельзя забывать, опять-таки, об осложнениях данного лечения. Степень местной токсичности мы оцениваем по шкале Виберлинг. Как правило, мы наблюдали первую и вторую степень токсичности и отек в 58% случаев. Также мы отмечали и появление системной токсичности. Как правило, это была гранулцитопения, тромбоцитопения и анемия. Мы применяем различные методики, которые позволяют сохранять кровь, которая была утилизирована во время выполнения данных процедур. После формирования конюль на бедренной артерии и вене, из бедренной вены, путем метода гравитации, вот закулинизирована бедренная вена, мы забираем кровь напрямую в гемоконы, которые потом переливаем после завершения данной манипуляции и избегаем вынужденной кровопотери при изолированной региональной перфузии. Также мы применяем данную методику и калечащих операций, в частности, межподошной брюшной ампутации. Мы калинизируем уже бедренную подвздошную вену, при этом обязательно наложение сосудистого турникета на уровне ствола общей подвздошной артерии. При правильной изоляции мы забираем до двух доз крови, которые потом переливаем больному. К слову, больной, который на этом слайде не нуждался в послеоперационном периоде в переливании крови, после межподошной брюшной ампутации. На брахиотерапии позвольте не останавливаться, потому что Сергей Николаевич обязательно расскажет об этом более подробно. Сразу к клиническому примеру рецидив с инуальной сарковой мягкой тканей левого бедра. Он получил брахиотерапию. Мы можем видеть патоморфоз по данным магнитно-изонансной томографии, который позволил нам, который подтвержден накоплением радиофармпрепарата, снижением его накопления, выполнить радикальную операцию с удалением опухоли. И мы видим на секции, на рассечении препарата, выраженные некротические изменения внутри опухоли. Что будет дальше опять-таки? Будет ли это фотодинамическая терапия, которую мы уже имеем положительные данные при меланоме кожи или нет, покажет здесь время. Если ориентироваться по данным наших японских коллег, которые применяли фотодинамическую терапию и диагностику в лечении своих больных, к сожалению, они применяли аккредин оранж. Это довольно старый предыдущего поколения препарат, фотосенсибилизатор. И они не получили выраженного улучшения со стороны локальных рецидиров. Хотя они преследовали другую цель. Они выполняли палеотивные операции циторедуктивные и дополняли ее фотодинамической терапией. И во время операции они искали опухолевые клетки остаточные при помощи методов лиреэстенции. Наподобие того, когда мы выполняем цистографию. Спасибо за внимание. Спасибо, Олег Валдевич. Спасибо за интересный доклад. Кому угодно вопросы задавайте. Да, пожалуйста, Олег Валдевич. Спасибо большое за доклад. Прекрасно вообще. У меня вот больше вопросов к Светлане Анатольевне, наверное. Насколько вы, как химиотерапевт, ведущий химиотерапевт, который занимается саркомой, видите, использование вот этой методики ультразвуковой диагностики, в лечении именно местно распространенных, неоперативных, диссеминированных форм, насколько ваш ориентир будет сводиться, эффективно или неэффективно? Ну, первое, что хотелось бы сказать, в лечении саркомой мягкой ткани намного больше вопросов, чем ответов на сегодняшний день и в диагностике, и в лечении. Так вот, если говорить о лечении, применении вот того метода, что нам сегодня говорил как раз доктор, то здесь можно же комбинировать и оценивать эффективность лечения, то, что мы проводим, по той методике, что есть, насколько активность процесса сохраняется или нет, в динамике, конечно, наблюдения. Поэтому я думаю, что здесь будущее за этим методом есть. Спасибо. Спасибо. Спасибо.